На заседании оперативного штаба по противодействию и профилактике коронавирусной инфекции в Ненецком автономном округе обсудили текущую эпидемиологическую обстановку в регионе. Заседание провел глава региона с руководителями профильных ведомств в режиме ВКС. За прошедшие сутки в Ненецком автономном округе зарегистрировано 14 случаев заболевания COVID-19. В числе заболевших 12 жителей Нарьенмара и двое жителей Красного. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 3 323 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 3051 человек. За прошедшие сутки 15 человек. В регионе зарегистрировано 83 летальных исхода от коронавируса. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 подтвержденным результатами ПЦР лаборатории уровня Reference находятся 163 человека. Еще у двоих пациентов коронавирус подтвержден результатами исследований методом иммуноферментного анализа. В целом на лечении в регионе находится 165 человек. На благотворном у нас сейчас находится 139 пациентов, на стационарном 26 пациентов. Лекарственными препаратами пациенты наши обеспечены. В благотворном семейнике у нас создан запас до февраля месяца. По стационару у нас идет поставка лекарственных препаратов, то и мы закроем тоже потребность до февраля месяца с учетом прироста заболеваемости. Эпидемиологическая ситуация в сельских населенных пунктах округа стабилизировалась. В настоящее время в поселениях регистрируются единичные случаи заболевания. В регионе продолжается вакцинация населения от коронавируса. В медицинских учреждениях округа для населения доступны три наименования вакцины. «Спутник», «Спутник Лайт» и «Эпивак Корона». На сегодняшний день у нас первый этап вакцинации прошли 22 322 человека, повторно привились. Второй этап закончили 21 126 человек. 4 декабря своим постановлением главный государственный санитарный врач Российской Федерации сократила сроки действия результатов ПЦР-тестов на территории страны. Такое решение, по словам Анны Поповой, было принято из-за повышенной заразности нового штамма коронавируса «Омикрон» и его предполагаемой способности вызывать более быстрый ответ организма. Здесь тем, что у нас вышло постановление санитарного врача номер 33, где сокращаются сроки действия теста ПЦР. Он сокращается с 72 часов до 48 часов. Мы эти изменения вносим в наши нормативные акты. В постановлении главного санитарного врача России также отмечено, что лабораторное исследование на коронавирус у лиц, контактировавшим с больным COVID-19, будет проводиться только при появлении клинических симптомов заболевания, сходных с коронавирусом. В случае отсутствия клинических симптомов в течение периода изоляции, лица, контактировавшие с больным, будут выписаны без проведения лабораторного исследования. В настоящее время на учете в региональном управлении Роспотребнадзора состоит 1162 человека, близко контактировавших с заболевшими. В регионе по-прежнему сохраняется масочный режим в общественных местах. По информации Управления внутренних дел по Ненецкому округу, стражами порядка ежедневно составляются от двух до пяти административных протоколов в отношении нарушителей. Два-три раза в неделю административные протоколы составляются за нарушение режима самоизоляции. На сегодняшний день по факту нарушения также составлен административный протокол в отношении юридического лица, оказывавшего услуги населению без проверки QR-кодов. Напоминаем, в регионе действует система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий.